Бакинский форум Мир после COVID-19 проходит под попечением президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева и приорганизации Международного центра Низами Генджеви. Экономика, борьба с пандемией, изменение климата, восточное партнерство и многое другое на повестке дня. В своих выступлениях многие гости мероприятия подчеркивали важную роль Азербайджана в становлении мира в регионе и поздравляли нашу страну с восстановлением территориальной целостности. Тему продолжим обсуждать в нашем сегодняшнем выпуске. Это передача «Глобальная дискуссия» и я ее ведущая Анастасия Лаврина. Здравствуйте! На прямой связи со студией у нас сейчас Фарис Исмайл Заде, проректор университета АДА, Тофик Аббасов, политолог, а также Святослав Андрианов, директор Центра политического анализа и информационной безопасности Российской Федерации. Добрый вечер, уважаемые гости. Добро пожаловать на передачу. Добрый вечер. Здравствуйте еще раз. Фарис Исмайл, мы позвольте начать дискуссию с вас. Насколько мне известно, на форуме, также организованном Международным Центром Минзами Гянджеви, вам довелось лично поучаствовать в Соединенных Штатах Америки совсем недавно. Расскажите нам, пожалуйста, о том, какие вопросы в частности затрагивали там и означало ли то, что обсуждалось там, сейчас представлено в Азербайджане. Спасибо большое за приглашение. На самом деле месяц назад в Нью-Йорке был организован тоже форум при поддержке Центра Минзами Гянджеви, и я тоже был приглашен на этот форум. В принципе, те гости, которые сегодня в Баку, они тоже участвовали в том форуме, который проходил в Нью-Йорке, обсуждали глобальные вызовы, глобальные риски, ситуацию в Афганистане очень детально обсуждали, ситуацию с коронавирусом, пандемия очень детально обсуждали. И, конечно, наш регион Кавказ, Каспийский регион, Карабахская война и то, что Азербайджан освободил свои земли. Все эти вопросы были актуальными на повестке дня. И, в принципе, то, что сегодня в Баку тоже детально все это обсуждалось, показывает, насколько этот форум стал важной площадкой для Азербайджана, чтобы доводить свои месседжи для мировой общественности, а также для того, чтобы мировая общественность реально узнала положение дел в регионе. Поэтому я считаю, что этот форум очень важная платформа для обсуждения насущных международных вопросов. На ваш взгляд, из наблюдений со стороны, и, в частности, вы активный участник обсуждения многих важных актуальных политических вопросов, на ваш взгляд, какие вызовы, какие вопросы интересны в первую очередь для тех гостей, которые приезжают в нашу страну и участвуют в таких крупных и важных мероприятиях? Спасибо за вопрос. Прежде всего, надо сказать, что сейчас в современном нашем сообществе украине есть очень разновекторные тенденции. И самое главное, сейчас наиболее мер заинтересован в том, чтобы безопасность была бы гарантированной, и она все время нуждается в наращивании запаса прочности. Потому что мы видим, насколько хрупов вообще поверхностный слой нашего современного мира, и иной раз мы даже в неожиданном таком режиме встречаем какие-то однострения, появляются новые, скажем, горящие точки, и, как ни странно, все болевые проблемы современного сообщества, они имеют обыкновение долго пребывать в подвешенном состоянии. Но мы знаем причину, что международные институты, они занимают очень индифферентную позицию, иной раз они просто под прессом инерции, и, может быть, даже понятны причины, следственные мотивы этих проблемных моментов, но, тем не менее, они не утруждают себя, скажем, обязанностью предпринять какие-то активные и целенаправленные действия. Но мир так устроен, что каждая инициатива, даже если она прибудет к какому-то оглушительному успеху, этот успех очень быстро обнуляется, поэтому он нуждается в подпитке. И в этом отношении я бы сказал, что азербайджанское политическое руководство, говорил с президентом Салмалиевым, прекрасно осознает эту особенность, и поэтому мы не даем воцариться паузе. Каждая наша новая инициатива, она подкрепляется конкретными действиями, и наперекор этому даже у нас появляются возможности диверсификации этого компонента сотрудничества, взаимодействия ради укрепления международной безопасности. Мы показали на основном примере, как необходимо добиваться вообще режима размеренности. Прежде всего, это кооперация, это взаимодействие, это добрососедство. И поэтому Азербайджан долго держался, так сказать, в здравом состоянии для того, чтобы решить свою главную проблему, я имею в виду проблему, проблему точнее противостояния с Арменией на базе ее необоснованных притязаний. И поэтому мы, решив этот вопрос, сейчас уже открываем новую панораму для новых возможностей. И в этом отношении я считаю, что посылы Баку к международному сообществу, они конкретно доходят до всех адресатов. Господин Андрианов, Международный центр Низамиги Анживи уже превратился в уникальную активную международную площадку, на которой представители международных структур, также бывшие политические деятели, бывшие главы государств, представители из ряда стран обсуждают насущные и важные вопросы, имеющие глобальное значение. Вы как международный эксперт, который на сегодняшний день находится в Германии. Как бы вы оценили вот эту эффективность, этой уникальной и важной, на мой взгляд, международной площадки? На самом деле на постсоветском пространстве существует явная нехватка подобных площадок. И вот сегодня я узнал о том, что существует еще одна, созданная по инициативе вашего многоуважаемого президента. Я, конечно, этому рад. И если получится в прямом участии, возможно, в работе в следующих форумах, если получу такое приглашение. Я думаю, что на данном форуме обсуждалось, в принципе, все то же, что вот сегодня буквально мы обсуждали с коллегами-депутатами Бундестага в Берлине во имя моей командировки сюда. Сюда я прибыл из Вероны, где проходил очередной Евразийский экономический форум по инцидентиву Банка Интеза. И вот все те вопросы, которые вскрыл коронавирус, пандемия, они обсуждаются на многих площадках. Я думаю, что они обсуждались и вот на площадке форума, о котором мы с вами говорим. Если позволить, я бы выделил наиболее проблемные моменты, которые, на мой взгляд, мы наблюдаем, которые стали очевидны благодаря ситуации пандемии коронавируса. В первую очередь, это, конечно же, проблема в том, что в многих странах недостаточное количество населения до сих пор повелось. И беседуя с политологами, с политиками разных стран, социологами в том числе, мы приходим к неутешительному выводу о том, что, наверное, некоторые ученые считают, и я также разделяю эту точку зрения, что существует прямая корреляция между процентом привившегося населения и в целом уровнем доверия власти в той или иной стране. В многих странах, как мы знаем, чудовищно низкий процент вакцинации, я не говорю уже про ревакцинацию. Второе, что вскрыл коронавирус, я считаю, это касается всего мира и, в первую очередь, политических и военно-политических альянсов в том числе, что страны, попавшие в ситуацию форс-мажора, попавшие в ситуацию, в которой они ни разу не были, когда они не знают, как реагировать, к сожалению, зачастую не готовы распрощаться, не готовы делегировать часть своей независимости ради всеобщего дела, в том числе даже это дело такое благое, как байбаст пандемии, как здоровье всего населения человечества. Паронавирус надавил на самые больные точки, в том числе и внутри Европейского Союза. И мы видим, как, несмотря на единство данной структуры, разные страны внутри ЕС совершенно по-разному реагировали, зачастую случались конфликтные ситуации, которые Брюссель, конечно же, старался ниверировать, приводить всех к общему знаменателю, но по ряду вопросов так и осталось, то есть просто остался именно не там. То есть коронавирус показал наиболее слабые точки в тех международных структурах, которые на данный момент существуют. И третье, о чем бы я хотел сказать, нам в Российской Федерации совершенно очевидно о том, что на уровне международного сообщества, на уровне организации объединенных наций и таких форумах, как ваш форум, я считаю, необходимо как можно чаще и больше говорить о том, что всем нам необходимо усиливать общественный контроль, общественно-политический контроль, международный контроль за подобными лабораториями, которые вот есть в Ухане. Уханьская лаборатория, насколько я знаю, это не военная лаборатория, есть огромное количество военных лабораторий, где ученые и военные работают с подобными и даже более страшными вирусами. И, к сожалению, на данный момент мы видим, что слишком мало говорят о необходимости контроля, международного контроля и общественного контроля за работой данных центров, что, на мой взгляд, стоило бы осуществлять более интенсивно, чтобы, не дай бог, не очутиться в подобной ситуации, в которой мы оказались. Весь мир оказался на данный момент. Вот три самых важных момента, которые бы хотелось сказать, если мы говорим о реальности после коронавируса. Фарис Мариум, если просмотреть динамику, все те вопросы, которые сегодня обсуждались в рамках Бакинского глобального форума и которые будут обсуждаться на протяжении до 6 числа, там ведь практически многие темы совпадают с теми, которые до этого обсуждали в рамках саммита Большой Двадцатки в Риме. После этого климатический форум в Глазго. И вот сейчас в Баку. И мы видим, что Азербайджан постепенно входит вот в эту масштабную международную повестку все глубже и глубже. Знаменитый опыт Азербайджана, в том числе в борьбе с пандемией коронавируса, активная вакцинация, масштабная вакцинация, а также поддержка, которую Азербайджан уже на протяжении года оказывает не только своему населению, но также и ряду стран, также и организации объединенных наций. Все это подчеркивается все чаще и чаще. Так получается, что Азербайджан активно, стремительно и более детально включается во все вопросы международной повестки. Насколько широко этот процесс может зайти, на ваш взгляд? Совершенно верно. Во-первых, я хочу сказать, что форум, который организовывает Центр Низамиги Анджави, на самом деле это уникальный форум, который покрывает не только региональные вопросы, но и глобальные вопросы. То есть в Баку, вы знаете, проходят много конференций, но не все бывают посвящены глобальным вопросам. А именно форум Низамиги Анджави посвящен не только региональным, но и глобальным вопросам, в том числе и экологические вопросы, вопросы безопасности, терроризма, вопросы пандемии, глобальной бедноты и так далее. В этом контексте наши вопросы, наша повестка дня совпадает с повесткой дня ООН. И я очень рад, что Азербайджан поднимает эти вопросы, как председатель движения «Неприсоединение», наша обязанность поднимать эти вопросы, помогать странам третьего мира. И было уже отмечено, что Азербайджан на самом деле помог гуманитарной медицинской помощью 30 странам мира в борьбе против пандемии, но и до этого были другие гуманитарные проекты в области бедноты, борьбы с беднотой и борьбы с эпидемией. Я особенно хочу отметить, что на самом деле роль Азербайджана, активная роль Азербайджана в многосторонних организациях, в формате многосторонней дипломатии очень в последние годы, очень широко развивается, и мы благодаря именно поддержке наших партнеров, наших союзников, друзей по разным международным организациям смогли довести до мировой общественности реалии Карабаха. Именно благодаря движению «Неприсоединение», благодаря новым региональным структурам, таких как Турецкий совет, ГУАМ и другие, мы смогли, наша дипломатия смогла довести реалии Карабаха до мировой общественности и, таким образом, заручиться дипломатической поддержкой всего мира. Я хочу продолжить обсуждать тему многосторонней дипломатии Азербайджана, потому что, несмотря на то, что форум сегодня проходит на площадке в Баку, азербайджанский лидер получил множество и поздравлений, и очень хороших слов от международных политических деятелей, от глобальных лидеров, я бы сказала, среди всего прочего, это в том числе и премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании Борис Джонсон, который направил свое послание, где отметил не только позитивную роль подобного мероприятия для глобальной, я бы сказала, политики, но, к тому же, и отметил важную динамику развития двусторонних отношений между Великобританией и Азербайджаном. В следующем году будет отмечаться 30-летие установления дипотношений, это инвестиции, экономика, энергетика и ряд других очень важных для развития двусторонних отношений направлений. Так вот, если поговорить более детально про многостороннюю дипломатию Азербайджана, как, на ваш взгляд, подобное поведение, такие мероприятия привлекают мировую общественность к нашему региону, ну и своего рода формируют более стабильную площадку в целом в нашем регионе? Безусловно, Азербайджан не только в пределах нашего Кавказского региона, но и на большом евразийском пространстве практически проявляет очень яркие лидерские качества, потому что мы являемся инициаторами действительно очень масштабных геоэкономических проектов. И не случайно, значит, одним из приоритетов нашей национальной политики является развитие интеграции. Но интеграция, прежде всего, всегда начинается с порога родного дома, и поэтому мы показали и нашим соседним странам, нашим партнерам, которые находятся близко и очень далеко, что мы действительно вырабатываем очень реалистичные расчеты. Давайте возьмем, к примеру, южный газовый коридор, о котором сегодня была речь. Собственно говоря, это мегапроект, который связал Кавказский регион, берега Каскийского моря, с Южной Адриатикой, Южной Италией, Адриатическим полюсом. И поэтому в этом отношении, когда мы начинали все эти проекты, было очень много пессимизма, было очень много скептиков, которые говорили, что это нереалистично, это неправдоподобно и так далее и тому подобное. Но тем не менее мы поставили задачу и добились успешного решения. Поэтому в этом плане, мне кажется, что если мы ставим на передний край или угол вопроса безопасности, тут надо еще говорить о информационной безопасности, потому что мы имеем сейчас такую головную боль в масштабах всей планеты под названием «Тейк Ньюз», потому что некоторые центры, которые не желают, скажем, успеха своим компонентам, они напирают на вырабатывание большого массива неправдоподобной, неправдивой информации. И они вводят в заблуждение сообщества, определенные круги, где люди действительно ждут жажды, точнее, правдивого, скажем, контента. И в этом понимании, мне кажется, что именно Азербайджан сейчас добивается перелома и в этой очень важной сфере. Почему? Потому что даже на примере проблемы, которая была связана с Азербайджано-оргянским противостоянием, который уже сказал, вот там лет 10 назад в этом контексте была совершенно иная, не очень радужная картина. То есть она была неоднодеживающей для нас, во всяком случае, для страны, которая действовала в рамках правового пулья, боролась за восстановление своей территориальной целостности и за реализацию 4-х резолюции Совета безопасности ООН. То есть международное право было на нашей стороне, но почему-то симпатии превалировали в пользу Армении. Наконец-то мы, введя сообразную политику, добились того баланса, когда и наша правда восторжествовала. Мы добились решения главной проблемы по сравнению с реализацией, а сейчас еще в информационном поле мы тоже добились некого переворота. То есть мы склонили чашу весов в свою пользу. И в этом отношении, мне кажется, что не только в этом контексте надо говорить о том, что должна все время превалировать правдивая информация. Я за истину, за свою правду и вообще за правду надо бороться, надо помогать в этом отношении еще и партнерам. Потому что вот когда была наша военная кампания, в течение 44 дней мы видели, насколько разночтения брали вверх над здравым разумом. Президент Лихам Алиэль сам лично, он несколько раз информировал сообщество по части того, что происходит в нашем регионе. И в плане торжества истины, значит, мы опять же добились того, что мир признал именно нашу правду. Потому что она действительно соответствует и нормам международного права, чаяниям здравых людей и самое главное создает режим здравомыслия в нашем регионе. Поэтому мне кажется, что действительно дипломатия должна работать, она должна провивать новые коридоры и самое главное параллельно мы должны еще и информировать общественные силы не только в рамках нашего региона, по всему свету, как говорится. Чтобы люди знали правду о том, что происходит и какая страна, какие цели и приоритеты преследует. Мне кажется, что вот сегодня на нашем форуме как раз-таки этот ключевой вопрос тоже был в центре внимания. И снова президент Азербайджана в своей речи доказал, что мы боремся не только за верховенство наших национальных интересов, но мы еще параллельно еще создаем режим благоприятный для того, чтобы международная кооперация, сотрудничество, они выходили бы на качественно новый уровень. И такие вот диалоговые площадки безусловно способствуют тому, что в мире превалирует информированность. Вот это очень важный мотив. Совершенно верно. Я соглашусь с вашим мнением. В частности, подобного рода площадки, глобальные форумы, где представлено такое количество политических деятелей, это уникальная возможность узнать действительно, что происходит в регионе и что думает та или иная страна. В период армяно-азербайджанского конфликта на протяжении практически трех десятилетий, порой мы видели нелогичные, необоснованные, лишенные всякого смысла заявления некоторых политических деятелей. Но когда они приезжали в наш регион и воочию видели, что здесь происходит, они абсолютно меняли свое мнение, обосновывая то, что до этого просто не знали, что на самом деле творится здесь в регионе. Они не знали детали всего этого. Приезжая, у них, разумеется, открывались глаза, у них, соответственно, менялось мнение. И уже дальше можно было вести диалог с этими политическими деятелями. Господин Андрианов, я хотела бы и ваше мнение заслушать. В частности, важности подобного рода мероприятий в борьбе с распространением фейковой информации. И насколько такие мероприятия, будь то сегодня в Баку, до этого в Глазгу или в Риме, помогают представителям стран, а порой главам государств, знакомиться лично с ситуацией в том или ином регионе и, соответственно, выстраивать дальнейшую политическую повестку в соответствии с информацией, которую они черпают на этих форумах. На мой взгляд, то, что сказал предыдущий ратор, уважаемый господин Абастов, я поддерживаю целиком и полностью. Ведь вы понимаете, в чем дело? Проблема фейк-ньюс существует не в вакууме. Фейк-ньюс зачастую, к сожалению, является ничем иным, как одной из составляющих части информационно-психологических войсковых операций. То есть совершенно очевидно, что целый ряд стран, используя подобные методы и механизмы, сеет панику или склоняет то или иное население той или иной страны на свою сторону. Что зачастую, как вы абсолютно совершенно своеведливо отметили, мы много лет наблюдали в армяно-азербайджанском, в Карабахском конфликте. Я бы хотел еще обратить внимание вот на такой момент. Дело в том, что как в свое время, что касается обычных вооружений, мировое сообщество выработало определенные этические нормы. И ряд вооружений, в первую очередь противопехотных мин, которые уродовали людей, травмировали их, были международными актами запрещены. Да, понятно, не все страны, к сожалению, подписали эти международные соглашения. Но, тем не менее, мы живем в такой реальности, где даже во время войны есть определенные этические нормы. Зачастую страны, которые относятся к мировому сообществу, не хотят нарушать эти границы. Мне бы очень хотелось, что на подобных вашему уважаемому форуму поднимались эти вопросы, в том числе и выработки определенных этических норм, что касается войн информационно-психологических. Потому что смотрите, что получается, какое дело. Вот коронавирусная пандемия. Определенные страны, не могу, конечно, говорить, какие сейчас проводят агрессивную информационную политику и распространяют фейк-ньюс о том, что коронавирус – это выдумка правительств, появиваться ни в коем случае не надо, это угробит здоровье и так далее. Я не буду в эфире еще раз повторять тот бред, который вещает. Но ведь, если мы посмотрим внимательно, то мы очевидно видим, что это все управляемые информационные компании. И, сея панику в рядах населения одной страны, пусть население страны противника, как они нас воспринимают, мы получаем в том, что пандемия не знает границ. И как бы ты ни хотел закрываться, в любом случае, если в одной стране будет огромное количество заболевших, то рано или поздно в другие страны коронавирус проникнет. Поэтому мне тут кажется, инструментализировать коронавирус с целью дезинформационных компаний, с целью осуществления информационно-психологических компаний, я думаю, это, конечно, не вкладывается ни в какие, ни моральные, ни этические рамки. И подобные площадки, как 8-й глобальный Бакинский форум, мне кажется, и признаны к тому, чтобы лидеры государств, чтобы люди, обремененные властью, люди, принимающие решения, могли искренне и честно рассказывать, как у них обстоят дела по тому или иному вопросу. Фарис Майлев, у меня два вопроса будет вам. Во-первых, в чем вы видите конкретно уникальность вот этого форума? Опять-таки, если перечислять количество глобальных мероприятий за последний месяц, их уже три мы насчитали только в рамках сегодняшнего эфира, в чем все-таки действительно уникальная особенность этого мероприятия, который продлится три дня? И как второй вопрос, это позволит, возможно, сформировать повестку, чтобы решать проблемы со здравоохранением, скажем, с боями в экономике, поставки нефти и газа? Тофг Майлев правильно отметил. Южный газовый коридор также был отмечен на полях форума. Уважаемый президент Архамалиев отметил важную составляющую этого проекта не только для нашего региона, но и также для ряда стран Европейского Союза. Вы знаете, одной из характерных черт этого форума является то, что форум сфокусирован на долгосрочном планировании. То есть есть очень серьезные мировые проблемы, которые беспокоят человечество, беспокоят политиков. И форум обсуждает не только повестку дня сегодняшнего дня, но и долгосрочные вопросы. Например, глобальное потепление, климатические изменения, вопросы безопасности, терроризма, экстремизма в регионе, особенно в нашем регионе, учитывая ситуацию в Афганистане. Также обсуждаются вопросы бедноты, обсуждаются вопросы геополитического баланса в регионе. Поэтому я считаю, что уникальная возможность смотреть не только на сегодняшний день, но и на завтрашний день. И принять какие-то меры или призвать человечество к каким-то новым законам, новому порядку. В том числе и по вопросам экологии. Вы знаете, что одной из самых больших проблем в мире сейчас является климатические изменения. Именно вот тот форум, который был в Нью-Йорке, который я посетил, и вот Бакинский глобальный форум, он уделяет очень большое внимание вот этим большим человеческим вызовом. И в этом-то является уникальность форума Низами Гянджави. Я думаю, что то, что Азербайджан является одним из активных, скажем, стран, которые поднимают эти вопросы, которые ставят эти вопросы на глобальную дискуссию, как через ООН, так и через такие организации, как Движение непосоединения, показывают, что Азербайджан уже не маленькая страна, которую мало кто знал на Западе, но и является активным дипломатическим таким локомотивом в международном сообществе. Тофь Малин, вам есть что добавить к уже сказанному? И после я адресую следующий вопрос. Тофь Малин, мы вас не слышим. Микрофон, пожалуйста. Прошу прощения. Я говорю о том, что мировые центры, большие страны, которые все время как бы тащили на своих плечах огромные нагрузки мирового сообщества, они заметно подустали и они в каком-то смысле перенапряглись. И поэтому сейчас, знаете, вырабатывание глобальной повестки, потом актуальных вопросов в повестке, это уже, я бы сказал, задача всех государств, которые показывают динамику на международной арене. Вот Азербайджан как раз является одним из таких государств, потому что мы, во-первых, не только смотрим, но видим, не только видим, но еще и подмечаем, еще и предлагаем сообществу конкретные вопросы для реализации. Знаете, одно время, вот мы совсем недавно, несколько лет назад, видели, насколько, я бы сказал, бездарно сообщества, в основном страны-лидеры, вели борьбу с международным терроризмом. Ну, возьмем, к примеру, горячий такой регион, как Ближний Восток. Что там происходило? Они больше говорили о том, что создают какие-то коалиции и ведут конкретную борьбу с этим террором. Но знаем, после чего, действительно, после 15-го года, особенно августа, началась реальная борьба с террором на Ближнем Востоке. Ну, ограниченность таким вот, в общем, таким подходом, вы прекрасно знаете, о чем я говорю и о ком я говорю. И поэтому в этом отношении, обратите внимание, вот Зангизурский коридор, который сейчас должен стать еще одной важной, жизненной важной артерией между континентами Азии и Европой. И представляете, значит, эмиссары, высокопоставленные Соединенных Штатов Америки, Европейского Союза, они приезжают в наш регион и начинают нас учить к тому, как надо действовать. Оказывается, без них нельзя все эти вопросы выстраивать, нельзя выстраивать новую парадигму. А как же так получается, что страны, которые находятся в нашей регионе, они конкретно берутся за дело, выводят очень работающие функциональные алгоритмы, а вдруг какие-то цензуры издалека за 10 тысяч километров отсюда, вдруг они говорят о том, что это не совсем правильный вопрос. Знаете, Америка, как говорится, далеко, но наши соседи близко вместе с нами. И поэтому проблемы и нашего региона, и Евразии, а может быть даже и глобального мира, они должны решаться с участием всех функционально мыслящих и дееспособных сил национальных элит. Поэтому говорить о том, что время монополии отдельных государств вышло, это правомерно. Еще один вопрос вам. В частности, одна из важных тем этого глобального бакинского форума это восточное партнерство и его возможности. И как раз таки вы затронули вопрос добрососедства, соседских отношений. Азербайджан, разумеется, сам взял практически всю повестку в свои руки и год назад доказал всему мировому сообществу, что как именно он урегулировал конфликт трехдесятилетней давности, при этом сам лично исполнив все четыре резолюции Совета безопасности ООН. Когда Минская группа бездействовала, когда крупные державы, крупные лидеры хранили молчание, их все устраивало, замороженный конфликт, то Азербайджан уже сказал, что все, хватит, пора решать этот вопрос раз и навсегда. И сегодня успешно выполнять дальнейшую повестку. Повестку развития региона и поддержания мира и стабильности. Так вот, если говорить именно о вопросах восточного партнерства и добрососедства, что здесь, на ваш взгляд, сейчас необходимо и актуально отметить? Я не совсем понимаю понятие восточного партнерства, потому что если мы говорим о восточном партнерстве в, скажем, понимании европейцев, то я понимаю, Европейский Союз, его программа о восточном партнерстве, это одно. Мне кажется, что пора уже говорить вообще о каком-то глобальном партнерстве. Да, может быть, для Европейского Союза это восточное партнерство, для американцев это ближний Восток, но есть понятие Восток-Запад. Мы знаем, что в свое время были выработаны очень разумные такие расчеты в связи с проектом Троссека, потом сейчас есть проект Тевер-Юг, то есть все эти расчеты должны работать. И наши страны, которые находятся именно в самом таком важном переплеске между Европой и Азией, тем более наш Кавказский регион, он коммуникативно очень насыщенный. Поэтому мы подходим очень прагматично. Безусловно, я всегда об этом говорил и сейчас тоже повторюсь, что когда мы выходим на международный уровень, не надо парировать или оперировать идеологемами, надо оперировать принципом прагматизма. Идеологемы, идеологические векторы, они нужны для внутреннего пользования. Может быть, во внешних рубежах они многим не интересны, а все, что касается принципа прагматизма, они всегда работают, потому что страны вот на этой ноге, на этой почте быстро сходятся, находят точки соприкосновения. И поэтому мне кажется, что мы, как раз таки, Азербайджан показал, как надо решать проблемы, с каких принципов надо подходить. И тем более, значит, мы не только выполнили, вот на своем примере требования 4-х резолюции Совета безопасности. Мы еще покончили с армянским фашизмом, давайте признаем это, потому что в Армении как раз таки вот эта опасная тенденция все более и более, в общем-то, брала верх над общественным сознанием. Мы покончили с армянским террором в нашем регионе, это тоже надо, в общем-то, это тоже надо признать. И, собственно говоря, это были проблемы международного сообщества, потому что мы об этом говорили, кто-то этого не замечал, кто-то слышал, делал лишь, что не слышит. Но, тем не менее, мы говорили, и мы настояли на том, что мы добьемся именно того режима благополучия, который будет устраивать не только нас, но и наших соседей. Кстати говоря, мы когда говорим о проблемах армянской республики, это еще говорит о том, что Азербайджан решает многие проблемы, которые очень важны с точки зрения будущего, перспективы для армянского народа. И, естественно, мы хотим новых коммуникаций, новых сообщений для того, чтобы и люди коммуницировали, чтобы и товары пересекали национальные рубежи, ресурсы перемещались быстрее и мобильнее. Это нужно и для развития мировой торговли. Хватит уже говорить о том, что Америка, Соединенные Штаты Америки вводят санкции то против одной страны, то против второй, третьей, четвертой. Нельзя калечить мировую экономику. Американцы дают, так сказать, подножки своим партнерам, а сами живут прибивающе. Вот я никогда не понимаю вот такого подхода. Это неправильная методология. Да, может быть, есть какие-то страны, которые, допустим, пересекают опасные линии, критические там какие-то контуры, но тем не менее увлекаться санкциями тоже нельзя. Поэтому в этом отношении, мне кажется, что Баркинский форум как раз и дает еще один важный импульс для развития международной интеграции, чтобы в коммуникации работали и люди тоже коммуницировали. Совершенно верно. Санкции, санкционная политика, она в первую очередь вредит народам тех стран, в отношении которых вводятся санкции. И поэтому решать вопросы при необходимости необходимо за столом переговоров, а не в вопросе санкционной политики. Тем более с учетом того, что даже вопросы санкционной политики пользуются большой популярностью двойные стандарты, которые активно применялись в том числе и в отношении Азербайджана на протяжении десятилетий, пока длился армяно-азербайджанский и Нагорно-Карабахский конфликт. Господин Андреянов, вам есть что добавить к тому, что мы обсудили? Да, абсолютно. Вот понимаете, что касается вопрос санкций, на самом деле для Российской Федерации больной вопрос. Но настолько было мое удивление, потом я перестал удивляться, когда на одном очень-очень высоком европейском форуме на вопрос о санкционной политике Запада в отношении России я услышал следующий вопрос, что так как Российская Федерация не согласна с основополагающими вопросами Европейского Союза по ряду общеизвестных проблем, я не буду их еще раз прочитать, Европейский Союз вводит эти санкции. При этом спикер абсолютно согласился в их абсолютно неэффективности, которая затрагивает не только нашу страну. Слава Богу, Российская Федерация научилась жить в рамках санкций, и вы знаете, во многом они даже нам помогли. Они помогли нам наладить целый ряд тех отраслей промышленности, которые до этого были, ну, скажем так, разве это недостаточно. Но эти санкции, международные санкции, они вредят и другим странам, и международной экономике. Но ответ спикера меня просто убил на повал. Потом я уже неоднократно слышал такой же подобный ответ. Ответ был следующий. А что мы можем делать? То есть вот Россия, значит, ведет себя определенным образом, мы с этим не согласны, мы же должны как-то реагировать. И получается, что зачастую со стороны Европейского Союза единственной возможной реакцией, значит, если страна, скажем так, себя нехорошо ведет, да, как они считают, это международные санкции. Ну, господа, ну это детский сад какой-то получается. То есть вместо того, чтобы интенсифицировать диалог по линии дипломатов, по линии мягкой силы, по линии экспертного сообщества, они просто вводят санкции. И сами же признают, что эти санкции абсолютно бесполезны, они войдят, вот если мы говорим про Германию, вы знаете, как бизнес немецкий страдает, да? Они постоянно к своему же правительству обращаются, говорят, пожалуйста, отмените. Многие фирмы находились на грани разроения, да? И не говорят, что это там крупный бизнес, крупного бизнеса, особых проблем нет. То есть они наказывают, том числе и себя. И признают одновременно, что они неэффективны, но им надо что-то делать, нужно сохранить лицо. Значит, вот санкции получаются. У нас единственный инструмент, который может, якобы, в кавычках, помочь в такой ситуации. Господин Андреянов, вы, в частности, сейчас находитесь в Германии. Если поговорить немножко про энергетические вопросы, я думаю, это в первую очередь также относится к Германии, когда касается дела Северного потока-1, Северного потока-2. Это очень такая, я бы сказала, жесткая, в то же время сложная тема для Европейского Союза. Мы знаем про тот энергетический кризис, который бытует в некоторых странах Европейского Союза. Грядет зима, как будут справляться страны, неизвестно. Это не просто мнение откуда-то извне. Сами политические деятели стран, главы государств Европейского Союза отмечают, что это проблема, и с ней необходимо бороться. И вот сегодня, как раз-таки, в рамках форума важную роль отвели, опять-таки, я повторюсь, Южному газовому коридору, который, в свою очередь, является важным проектом, вкладывающим существенный, я бы сказала, вклад в энергетическую безопасность Европейского Союза ряда стран Европы. Я бы хотела ваше мнение по этому поводу заслушать. В частности, вот эта энергетическая тематика, возможно, вклад Азербайджана, но и в то же время вклад России, разумеется, в эту повестку. Я хотел бы отметить, что для Европы абсолютно важны и азербайджанский газ, и российский газ, и в этом нет никакого сомнения. Я могу говорить за Германию, потому что я сам германист, и занимаюсь проблематикой германо-российских отношений. Тут мы можем прослеживать следующее. Сейчас существует ряд маркеров, которые дают нам определенные гарантии. Мы хотим надеяться на то, что новый канцер, возможно, скорее всего, это будет канцер социалистов от социал-демократической партии Германии. Что касается газового вопроса, продолжить полномерную политику, которая была осуществлена предыдущим канцером госпожа Ангела Меркель. Слава Богу, на данный момент, как минимум в Германии, я не говорю за другие страны, европейские страны абсолютно разные, у них абсолютно разная внешняя политика. Как минимум в Германии в вопросе газа продолжает придерживаться так называемой реал-политик, то есть абсолютно прагматичному подходу в плане решения насущих проблем, в первую очередь газовой энергетической безопасности. Естественно, нужно следить за тем, каким образом будет сформировано правительство в Германии. Какие министерства и какие места займут представители партии зеленых, потому что в Германии это наиболее сильные антагонисты северного потока и вообще наиболее сильные антагонисты многих постсоветских стран, в том числе и ваши замечательные страны. Тем не менее, опять же, последний месяц, анализируя внутрополитический немецкий дискусс, я замечаю такие позитивные моменты, в том числе и том, что и христианские демократы, и социал-демократическая партия Германия, которая победила на последних выборах в Бундестаге, начинают откровенно заявлять партии зеленых о том, что... Когда вы говорите, что цены взлетели Европе на газ из-за того, что это манипулируют газовые поставщики, но это не соответствует действительности, потому что у вас просто нет доказательств этого. Это бред. И что газ в Европе, как был нужен, он так и будет нужен в ближайшие 10-20 лет, как минимум. Поэтому я думаю, что когда правительство Германии будет сформировано, какие бы места не заняли представители партии зеленых, какая бы политическая комбинация внутри политического эстаблишмента Германии сформировалась, мне кажется, ряд вопросов, куда входит в том числе и газовая повестка, останется неизменным. И мы, наконец-таки, запустим наш северный поток, и у вашего трубопровода тоже не возникнут дополнительных проблем. Да, конечно же. Если вы позволите, я хочу сделать дополнение. Сегодня господин президент четко озвучил цифры, которые Азербайджан должен довести до внимания мировой общественности. Только за 10 месяцев этого года Азербайджан поставил 14 миллиардов кубометров газа таким странам, как Греция, Болгария, Италия, Турция, Грузия. То есть мы обеспечиваем энергетическую безопасность не только наших соседей, партнеров, но и ряд стран Европейского Союза. И даже было отмечено, что половина от этого объема, то есть где-то 7 или 8 миллиардов кубометров газа, были поставлены именно на территорию Евросоюза. Но сегодня мы понимаем, что Евросоюз испытывает дефицит газа, цены взлетели. Это, наверное, результат плохого планирования, а также небольшие проблемы с поставщиками. Поэтому в этом контексте, в этих условиях, Азербайджан очень сильно помогает обычному европейскому гражданину обеспечить энергетическую безопасность. Фарис Мариум, а если говорить про перспективы как раз-таки Южного газового коридора, дополнительные объемы газа, расширения? В целом, вы знаете, Южный газовый коридор является стратегическим проектом не только Азербайджана, но и всего региона. Около 40 миллиардов долларов было инвестировано в этот проект. Один из самых крупных энергетических проектов последних лет. Поэтому я думаю, что Евросоюз понимает важность Азербайджана не только как поставщика газа, но и как потенциально транзитной страны. В этом контексте, конечно, Евросоюз будет поддерживать диверсификацию, будет поддерживать Южный газовый коридор. Но Южный газовый коридор имеет возможность расшириться, потому что другие страны Балканского региона тоже заинтересованы с помощью интерконнекторов. Такие страны, как Сербия, Хорватия, Македония, Черногория, они тоже очень сильно заинтересованы. Но и в дальнейшем, конечно, такие наши соседи, как Украина, Молдова, которые испытывают крупные проблемы с газом. Молдова, я знаю, что в последние недели тоже были проблемы. Так что Азербайджан и ее ключевая роль будет расти в этом вопросе. Мы последний вопрос, завершая нашу сегодняшнюю дискуссию. В частности, опять-таки, возвращаясь к вопросу разрешения армяно-азербайджанского конфликта, мы слышали, мы видели, как представители многих стран поздравляли Азербайджан с такой грандиозной победой, желали успеха, процветания, мира и стабильности в регионе. Мы видим, что мир все больше и больше ожидает от того, что наконец-таки и Армения благоразумно будет подходить к тем процессам, что сейчас здесь развивается. Стоит ли ожидать, что действительно в самое ближайшее время мы увидим какой-то сигнал или, возможно, какое-то грандиозное такое свершение, которое окончательно поставит жирную точку во всей этой дискуссии? Я сегодня читал поздравления бывшего президента Болгарии, бывшего премьер-министра Израиля Эхуда Барака. Были также высказывания других европейских политиков, которые назвали Вторую Карабахскую войну справедливой, назвали освобождение азербайджанских земель справедливой. Это, конечно, очень радует. И я думаю, что мировая общественность, в принципе, уже давно поняла, кто был оккупантом и кто был жертвой этой агрессии. Но я думаю, что последние события показывают, что Армения тоже начинает понимать, что ее будущее зависит от сотрудничества со своими соседями. Есть разговоры о том, чтобы открывать границы, делать демаркацию. Президент Азербайджана открыто призвал Армению подписать мирный договор, подписать мир. Пока, к сожалению, официальных, скажем, ответов, официальной реакции нет. Но позитивные тенденции показывают то, что Армения рано или поздно придет к этому заключению и будет вынуждена сотрудничать со своими соседями в мирной обстановке. Что ж, я очень надеюсь, что так оно и будет. Мы все на это надеемся. Уважаемые гости, я благодарю вас за активное участие в сегодняшнем выпуске. Спасибо вам еще раз. Спасибо. Спасибо. Напоминаю нашим телезрителям, в эфире телеканала CBC была общественно-политическая передача «Глобальная дискуссия». А все это время в студии с вами была я, Анастасия Лаврина. Оставайтесь с нами и до скорой встречи. Субтитры подогнал «Симон»